Уважаемые коллеги, добрый день. Планировали это освещение давно. Встретимся, поговорим. Правительство вновь сформировано. Мы сейчас выстраиваем работу по этому направлению в целом. Поэтому самое время нам собраться и сверить часы. Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники. Отмечу, что большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций, даже с опережением графика. Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой. Это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭП и системы контрбатарейной борьбы. Это различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура. Мы знаете хорошо, за последнее время у нас объёмы выросли, за последние полтора-два года, до времени проведения специальной военной операции. Вот с 2021 года по 2023 эти цифры меняются постоянно, они подрастают. Рост составил по ракетно-артиллерийскому вооружению более чем в 22 раза. По средствам радиоэлектронной борьбы и разведки в 15 раз. По боеприпасам и средствам поражения в 14 раз. По автомобилям в 7 раз. По средствам индивидуальной бронезащиты в 6 раз. По авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам в 4 раза. По бронетанковому вооружению почти в 3,5 раза. Это хороший темп, большой объём. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляете. Это, как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооружённых сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооружённых сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выставлена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно. И не только эффективно на нужды вооружённых сил, а в целом бы вписывался в экономику. Я чуть-чуть попозже об этом сейчас и скажу. Хотел бы сегодня, безусловно, услышать, как идёт заключение контрактов с предприятиями, и авансирование, и сам процесс планирования гособоронзаказа. Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены? Мною был принят ряд решений, которые должны были повысить эффективность и ускорить процесс ремонта, восстановления боеспособности вооружения и техники, для того, чтобы она в кратчайшие сроки возвращалась в зону боевых действий. И просил бы сегодня заложить, как организована эта работа. Также было поручение ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружения и техники с учётом опыта и боевого применения. И вновь хотел бы подчеркнуть, мы должны быть всё время на шаг впереди. Надо опережать противника. Всё время. И тогда победа будет гарантирована. Вы сами знаете, ваши специалисты, да и вы сами всё время в контакте с теми нашими ребятами, которые на линии боевого соприкосновения работают, воюют, не жалея себя, защищают интересы России. Как только мы опережаем, хотя бы на полшага, всё, эффективность кратно возрастает, просто кратно. Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого народного АПК, дать возможность для дальнейшего развития, наращивания, выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке. И, наконец, обращаю ваше внимание, не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации обороны предприятия. Это то, о чём я только что говорил, освоение гражданской высокотехнологичной продукции. Решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы, именно на долгосрочную перспективу. У нас за предыдущие годы, имею в виду, правда, действительно годы, не полтора-два года, связанные с проведением специальной военной операции, а за годы, мы выстраивали структуру оборонки соответствующим образом. Вот то, где мы находимся, предприятие, корпорации, создано в марте 2003 года, а в 2002 году были приняты решения, связанные с проведением работ по воссозданию в целом оборонно-промышленного комплекса. Был соответствующий указ подписан в 2002 году. Вот мы с вами когда начинали. Сегодня, и тогда в составе корпорации было шесть предприятий, сегодня 56. Мы поговорим, может быть, в рабочем порядке, потом и о дальнейшем совершенствовании структур, необходимых для обеспечения и повышения обороноспособности государства. Давайте начнём работу. Работу, пожалуйста.